Итак, коллеги, у нас сегодня первый вебинар нашего осенне-зимнего цикла. Сейчас я расскажу о нем подробнее. Прежде чем начать вебинар, я хотел бы рассказать, где вы можете взять материалы, которые я загрузил для общего пользования. На верху, справа наверху, вы видите синюю полосу, и на этой полосе, на самом верху, справа крестик. Вот на него не нажимайте, это выход из вебинара. А чуть левее от него есть значок такой со стрелочкой, который обозначает, что если на него нажать, то можно скачать те файлы, которые я вам предназначил сегодня для всеобщего скачивания. В пакете этих файлов сегодняшняя презентация. Я напоминаю, что те презентации, которые мы читаем, вы можете свободно скачивать и со ссылкой на нас употреблять в своей деятельности, если вам необходимо, для проведения собственных вебинаров, семинаров у себя в ВУЗе и так далее. Это не возбраняется, и более того, это приветствуется нами всегда. Ну и кроме того, там файл расписания наших вебинаров на ближайшее время, о котором я чуть-чуть попозже вам расскажу. Ну что ж, итак, начнем наш сегодняшний вебинар. Продолжение следует... Было принято все-таки поздравлять друг друга с этим праздником, и я это делаю с удовольствием. Начнем наш новый учебный год, и в этом году, я надеюсь, нас с вами ждет много всего интересного. Я не буду рассказывать о нашей компании Директ Медиа, я надеюсь, что многие о ней знают. Просто, чтобы не отнимать время у нашего вебинара, из года в год эта информация проходит, но, может быть, для новых людей она интересна, а все-таки сегодня я больше решил посвятить содержательные части. Но, тем не менее, просто хочу сказать, что основной бренд компании Директ Медиа – это электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Вот я снял скриншотик нашего главного экрана нашей университетской библиотеки. Те из нас, кто является подписчиками этот экран, хорошо знают. Остальные, надеюсь, в ближайшее время познакомятся. В любом случае, так или иначе, большая часть наших вебинаров, ну или, по крайней мере, самая значительная часть вебинаров, будет посвящена именно этой системе. Хотя не только. Нас ждет много всего увлекательного, о чем я расскажу чуть попозже. Итак, каков план нашего сегодняшнего вебинара? Сегодня я хотел бы вам рассказать о тех новостях, которые случились за прошедшее лето, ну, может, чуть побольше, там, с мая по сентябрь настоящего года. И вот такой план у нас сегодня, такой план нашего сегодняшнего вебинара. Ну, сначала я расскажу о некоторых новостях, которые у нас есть. Следующим пунктом расскажу, собственно, о вебинарах нашего цикла «Осень-зима» 2016-2017 года. Ну, точнее, «Осень-зима» 2016 года. Потому что потом у нас начнется новый план. И, наверное, будет повод о нем рассказать отдельно. Расскажу о новых учебных роликах на нашем видеоканале. Расскажу о новом контенте в университетской библиотеке онлайн, а также во второй нашей ЭБС в книгофонде. Кратко коснусь вопроса книгообеспеченности о том, что там сделано за лето. Расскажу об электронном обучении тоже кратко сегодня, потому что каждая из этих тем, которая здесь вот точкой обозначена, она на самом деле требует отдельного вебинара. Это большие темы, потому что мы ведем много направлений нашей деятельности. Расскажу о мобильных платформах, о том, как мы поддерживаем мобильные платформы в наших сервисах. Расскажу о наших новых проектах в арт-портале и арт-отеке. Немножко расскажу о библиошколе, о том, что это за проект и какие у нее новости. Расскажу о нашем проекте, библиотека Non-Fiction. Это наш проект для публичных библиотек. Ну и, как всегда, в большой повестке есть последний пункт разный. Это разные новости, о которых я тоже хотел бы рассказать. Итак, начнем. Та новость, о которой я хотел бы вам сказать, это новость... Ой, как здесь все налезло. Я прошу прощения еще раз. Вебинарная система, к сожалению, очень сильно преобразует шрифты. Ну что ж, давайте потерпим этот и следующий вебинар. Я надеюсь, что потом это все уйдет. Итак, я хотел бы рассказать о конкурсе на лучший студенческий диплом, который называется BeFirst. Этот конкурс мы совместно с журналом «Университетская книга» провели летом этого года. Это был конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу, на лучший диплом по ряду специальностей и направлений подготовки. И оказалось, что этот конкурс был очень востребованным. Более 200 работ было прислано на этот конкурс. Конкурс был достаточно авторитетный. У нас в жюри участвовало много экспертов по направлению философии, экономики, психологии и так далее. По результатам конкурса 18 участников заняли призовые места. Ну вот вы видите участника, который получил гран-при. Это Корнев Сергей Валерьевич. Те из вас, кто имеет возможность 9 числа посетить международную книжную выставку-ярмарку, которая традиционно в Москве проходит в начале сентября, милости просим в 13.00 в конференц-зале номер 103 состоится процедура награждения. Ну и там выступит тоже много интересных людей, наших экспертов. Я думаю, что вам будет полезно даже тем, кто не победил в этом конкурсе и, возможно, даже не участвовал из вузов. Ну вот такие вот у нас горячие новости. Горячие, потому что это уже послезавтра состоится. И сообщить об этом надо было срочно. Давайте я теперь расскажу вам о вебинарах нашего цикла «Осень-зима». В этот раз много о чем есть рассказывать и вот почему. Мы приняли решение о том, что мы беспрецедентно повышаем свою вебинарную активность в этом учебном году. И если раньше мы выходили сначала в полугодие с 4-5 вебинарами, потом ежеквартально с таким же объемом вебинаров, то наш опыт в этом говорит нам о том, что этот вид деятельности достаточно востребован. И мы решили, в общем, увеличить количество вебинаров и покрыть вебинарами не только область, близкую нам, ЭБС, но и некоторые области параллельные. Пригласить на наши вебинары, чтобы не только мы, специалисты из директ-медиа, их вели, ряд признанных специалистов и экспертов в других параллельных областях, которые бы нам рассказали как о мире ЭБС, так и о том, что вокруг него происходит. В частности, покрыть темы, связанные с публикативной активностью авторов, покрыть тему электронного обучения, которая для нас традиционно является второй нашей темой, в которой у нас в компании есть достаточное количество квалифицированных экспертов. Ну и так, вот вы видите, что по моим подсчетам, в сентябре-декабре, то есть за текущие 4 месяца мы должны провести 46 вебинаров. Конечно, не обязательно всем ходить на все вебинары, но мы надеемся таким образом расширить количество тех людей, которым будет интересно приходить к нам и получить более широкий контакт с вами. Давайте я расскажу о том, что же это за вебинары будут. Ой, да. Вот приходится на каждом кадре извиняться. Ну вот, что ж поделать. Вот так вот наезжает все в этой вебинарной комнате. Вы можете, во-первых, загрузить план вебинаров, либо по приведенной ссылке, а еще лучше по той кнопочке, о которой я вам говорил, это сверху в правом углу есть кнопочка, там этот файл прикреплен. У нас грядет 4 цикла вебинаров. Первое – это повышение эффективности использования ЭБС в ВУЗе. Это наш традиционный цикл, в котором мы расскажем о нашей ЭБС, ну и частично о тех проектах, которые ей сопутствуют. Это самое профильное для нас направление, которое мы всегда поддерживаем. Кроме этого, у нас будет цикл инновации ЭБС и электронных библиотек. В этом цикле мы более широко хотим осветить проблематику ЭБС, не только в плане нашей ЭБС, но и вообще в широком смысле проблематику электронных библиотечных систем, электронных библиотек. Дальше большой цикл, самый большой наш цикл, ну не скажу по важности, все они важны для нас, да, это цикл электронного обучения и все, что связано с этим направлением. Если вы помните, в прошлые годы мы, как правило, в нашем основном цикле как минимум один вебинар посвящали проблематике электронного обучения. Ну вот, в этот раз мы существенно расширили, впрочем, расскажу попозже чуть-чуть. Ну и последний наш цикл – это школа научной публикации. Это совершенно новое направление, которое мы хотим осветить. И сейчас я тоже об этом расскажу. Теперь подробнее о вот этих вот циклах. Первый цикл – повышение эффективности использования ЭБС в УЗе. Да, ну давайте я еще раз хочу сказать, так как почти на каждом слайде происходит такое наползание, я еще раз тем, кто зашел чуть попозже, хочу сказать, что среди файлов, которые вы можете скачать, есть текущая презентация. И если вас сильно напрягает такое геометрическое несоответствие шрифтов, вы можете просто открыть параллельно мою презентацию в нормальном PowerPoint и ее проглядывать. Я, к сожалению, пока ничего вам предложить лучше не могу. Ну вот, когда вернемся в Мирополис, я надеюсь, все будет хорошо. Итак, наш основной цикл – повышение эффективности использования ЭБС в УЗе. Вот семь вебинаров, которые должны пройти примерно в сентябре-октябре, в течение месяца с середины сентября по середину октября. Эти вебинары, как и раньше у нас было, они образуют из себя единый комплекс или, можно так сказать, единый учебный курс по нашей ЭБС. Ну и по результатам этого цикла вебинаров мы будем выдавать, планируем выдавать сертификаты. Сертификаты, которые вы можете получить на бумаге, личным письмом, они будут платные. Хотя, насколько я знаю, о цене пока еще разговоров не было. Но в ближайшее время в рассылках и в наших новостях мы по этому поводу напишем все, что надо. И после того, как мы организуем это чисто технически, информация до вас обязательно дойдет, до тех из вас, которые хотят получить сертификат. Да, ну я забыл совсем сказать, что посещение всех вебинаров точно так же, как вот этого, бесплатное и открытое. Все, кто хотят, могут зарегистрироваться и послушать вебинар. Что касается платы, это касается исключительно вот той бумажки, которая вы можете... Ну бумажка может быть плохо сказана, да? Того сертификата, который вы хотите. Раз, два, три. У всех нет звука или только у Галины? Раз, два, три. Да, ну если есть хотя бы у одного человека, то я думаю, что это проблема с той стороны. Пожалуйста, посмотрите. Ну, либо перегрузите вебинар, либо что-то с вашей системой, системой звука. Посмотрите, пожалуйста. Коллеги, итак, вот 7 вебинаров, которые должны пройти. Они достаточно типовые. За исключением нашего типового вебинара по... Так, давайте я напишу коллегам в чат. Коллеги, если будут какие-то проблемы со звуком и с видео, или что-то будет останавливаться, просто перегружайте вебинар, нажав на клавишу F5, либо закройте окошко и снова войдите по той ссылке, по которой вы заходили. Такие проблемы, к сожалению, тоже есть в e-туториуме. Но они бывают в любых вебинарах вообще. Не хочу очень сильно ругать именно e-туториум. Бывает. Поэтому, как правило, перезаход в вебинарную комнату помогает решить эту проблему. Что ж, давайте пойдем дальше. Следующий цикл – это инновации ЭБС электронных библиотек. Тут у нас достаточно широкий набор лекторов будет принимать участие. И я, и Константин Николаевич Костюк, руководитель университетской библиотеки онлайн. Как видите, тут достаточно уже разнообразное есть направление. И у наших сервисов, и такие вот философские темы, типа ресурсы открытого доступа, блестящие перспективы или великие соблазны. Я думаю, что этот цикл тоже будет достаточно интересен. Третий цикл. Вот видите, у меня тут даже места не хватило. Такой большой этот цикл – это по электронному обучению. Этот цикл будут вести несколько человек, в том числе приглашенные специалисты. Основные два ведущих – это Ваш покорный слуга Калиников Павел Юрьевич и Юрий Николаевич Белоножкин, тоже один из ведущих специалистов в России по электронному обучению. Ну и ближайший вебинар по этой теме. Мы используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса. Он будет уже послезавтра, его буду вести я. И я всех приглашаю, как присутствующих, так и преподавателей вузов, тех, кто присутствует здесь на этот вебинар. Ну и последний цикл – это цикл «Школа научной публикации». Он посвящен конкретно авторству. Авторству в широком смысле слова, электронному авторству, авторству в области научной публикации, научных работ, оформлении статей в научных журналах. Ну и вторая, и четвертая тема, последняя, она перекликается с предыдущим циклом нашим. Это «Как преподавателю стать автором электронного учебного издания». Да, ну, вебинарам мы уделили уже достаточное внимание. Теперь давайте поговорим о следующих наших темах. Ну, как вы знаете, у нас, а может быть не знаете, у нас есть учебный портал на YouTube. Не только учебный, а вообще наш видеопортал университетской библиотеки онлайн и компании «Директ Медиа» на YouTube. Кто из вас не знает, давайте я вам дам сейчас ссылку, с тем, чтобы вы с этим каналом познакомились. Ссылки я буду давать в чате прямо, потому что в этой вебинарной системе удобнее поступать именно так. Итак, ссылочку даю. Это ссылочка на наш канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него, на наш канал. Что на нашем канале есть интересного? На нашем канале есть ряд так называемых плейлистов. Плейлист – это такой вид структуры на YouTube-канале, в котором складываются, сортируются по направлениям различные ролики. Вот один из главных для нас с вами плейлистов – это функционал ЭБС-университетской библиотеки онлайн. И в нем как раз и появилось летом некоторое количество новых роликов, о которых я хотел вам сказать. Да, кстати, ну вот и еще один есть. Самая последняя строчка – «Практикум автора учебного контента». Да, за лето и в этом разделе. Коллеги, извините. Если у кого-то пропадает, никакого другого совета, кроме как перезапуститься, не могу дать. Ну, давайте потерпим два вебинара вот в этой системе. Итак, «Практикум учебного контента», автора учебного контента. Вот здесь тоже за лето появились несколько новых роликов. Но это такая, больше для преподавателей, чем для библиотекарей. Да, ну я не сказал по целевой аудитории наших вебинаров. Она для разных вебинаров, она различна. Конечно, по некоторым направлениям вебинары, бьющие узко в цель и интересные только для библиотекарей, которые обслуживают ЭБС в УЗе. Но большая часть вебинаров, она полезна широкой аудитории. И в основном наша аудитория – это преподавательский состав ваших вузов. Не только вузов, но и вообще всех подразделений, которые есть в УЗе. Там, если у вас есть школы или в составе, или колледжи, то им тоже это будет интересно. Ну и, может быть, частично будет интересно даже студентам и аспирантам. Так вот, практикум автора учебного контента. В этом плейлисте тоже было много нового. И это как раз то, что может быть интересно активным преподавателям, которые задумываются над электронными публикациями, над тем, как делать интересный контент. Да, ну и кроме того, на нашем канале мы публикуем, стараемся публиковать все наши вебинары, записи наших вебинаров. Я надеюсь, что запись этого вебинара тоже там в скором времени появится. Поэтому все наши вот эти вебинарные действия, они не просто идут в эфир, но и в конце концов становятся учебным материалом, на который можно ссылаться. И в том числе и вы можете использовать его, когда вам надо будет обучить своих новых библиотекарей или к вам преподаватели обратятся с вопросами. Можете просто отсылать на наш канал вот к профильному вебинару, которых уже там накопилось с полсотни, наверное. Ну и вот добавятся еще этой осенью тоже. А те ролики, которые появились в конце августа и которые непосредственно касаются ЭБС, это ролики, которые посвящены функционалу университетской библиотеки онлайн. Первые три из названных роликов это ролики, которые полезны всем, как библиотекарям, так и преподавателям, и даже студентам. Поэтому вот эти три ролика, которые если у вас есть какой-то может быть курс, введение в электронные библиотечные системы, вот можете их использовать для обучения нашей системе. Последние два ролика, они предназначены для библиотекарей. Если кто-то уже пользовался нашим каналом, вы знаете, что аналогичные ролики были у нас раньше, но так как за последние два года произошло много чего нового, новый функционал появился, появился новый дизайн, мы эти ролики переписываем и они у нас становятся лучше по качеству и отражают новые изменения в системе. Остается извиниться только перед Галиной, звука нет. Давайте я теперь расскажу о новом контенте кратко. Да, вот есть две наши системы, электронные библиотечные системы, и в каждой из них произошли существенные изменения в контенте. В университетской библиотеке онлайн уже почти 100 тысяч книг, и вот те издательства, которые появились только за последние три месяца, вот вы видите их на экране, это большое перечисление, не буду их все перечислять, это несколько издательств университетов, Томский Политех, Мирбис, Омский ГТУ, Воронежский университет, также издательства независимые, ну, в смысле, не вузовские, такие, как Сибирская Благозвонница, Евразийские научно-исследовательский институт, нет, это тоже ВУЗ, Троицкий мост, Самокат, Белый город, и так далее, то есть достаточно много издательств, ну, у нас и так раньше было основные все издательства российские, которые позволяют размещать свою литературу в электронном виде, присутствуют, ну, тем не менее, каждый, каждый месяц у нас случается новых, от 3 до 10 новых издательств мы подключаем. Ну, и тоже большие изменения в книгофонде. Книгофонд, это вторая наша ЭБС, которая принадлежит нам с прошлого года, с декабря прошлого года. Некоторое время в этой ЭБС был застой, сейчас, после того, как мы взяли ее в свои руки, снова происходят большие изменения в контенте, в функционале, 160 тысяч книг, ну, не сопоставляйте эти параметры с университетской библиотекой онлайн, тут вопрос комплектования ЭБС книгами по-разному решался, как вы знаете, в разных системах изначально, да, поэтому эти 160 не равны тем 100 тысячам, но это отдельный разговор. Тем не менее, большое пополнение в книгофонде тоже присутствует, и вот такие издательства, как Высшая школа экономики, Влада, Схимиздат, Белый город, Сибирская благозвонница, ну, вы видите, Высшейшая школа, Белорусская наука, белорусских изданий несколько, языки славянской культуры, тоже пополнили нашу, вторую нашу ЭБС. Так что, кому, кто, кто пользуется этой, этой ЭБС, тоже много нового. Следующий пункт, книга обеспеченность, ну, по поводу книга обеспеченности будет отдельный вебинар, поэтому не буду предвосхищать. В прошлом году я много говорил о нашем сервисе, интеллектуальном сервисе книгообеспеченности, где у Вас есть две подсказки, одна подсказка непосредственно от наших редакторов и библиографов по поводу Вашей книгообеспеченности. Вторая подсказка это рекомендательная подсказка от других вузов, традиционный наш скриншот, в котором Вы видите, что вот эта четверочка подчеркнутая, она говорит о том, что столько вузов рекомендовало данную литературу. Что произошло за это лето? Мы нарастили потенциал тех вузов, которые мы используем в качестве базовых, теперь обобщили информацию уже от 50 крупнейших и самых рейтинговых вузов России. И вот этот рекомендательный список стал уже более адекватным и я думаю, что им теперь можно пользоваться с гораздо большей эффективностью, чем раньше. так, сейчас, да, да, ну вот, собственно, первый пункт об этом и говорит, и вторая, второй пункт, что нового у нас, ну, это вопрос близкий к книгообеспеченности, это, как всегда, вопросы, острым вопросом в любой ЭБС является гарантированность той или иной книги в течение срока подписки, да, потому что, ну, мы всегда объясняем, что в любой ЭБС договор имеет конечный срок и издательство может его не продлить по каким-то причинам, там, например, свою ЭБС завести или хочет, не хочет в электронном виде книжку представлять, много разных причин, поэтому ряд книг, небольшое количество, но это мог быть важные книги, они иногда уходят из ЭБС, да, так вот, в связи с тем, что эта проблема, она существует и будет существовать всегда, у нас появился вот такой вот сервис, пока он бесплатный, сервис гарантированной системы подписки по РПД или карте книгообеспеченности, значит, тот ВУЗ, который предоставляет нам свои рабочие планы дисциплин или представляет карту книгообеспеченности, в которой вот указаны те книги, которые вот жизненно необходимы ВУЗу, вот по этим книгам происходит стопроцентная гарантия того, что эти книги будут оставаться в ЭБС. Так как это ведет к определенным дополнительным договорным обязательствам со стороны издательств, то этот сервис возможно будет впоследствии платным. Но пока он бесплатный и пока бесплатный пользуйтесь пожалуйста им, присылайте нам свои АПД и решайте проблему гарантированной подписки. Вебинар по этой теме по книгообеспеченности будет проходить 28 сентября уже достаточно близко в 12 часов. Пока не могу вам дать ссылку на регистрацию, но в ближайшее время по рассылкам вам будет приходить эта информация. вообще рассылки по вебинарной нашей деятельности будут достаточно частыми в связи с тем, что вебинаров много и каждую неделю вы будете получать список вебинаров с ссылками на регистрацию вебинары. Следующая наша тема электронное обучение. Пару слов всего скажу. Во-первых, приглашаю на все вебинары цикла электронное обучение. Эта тема мне очень близка и примерно половину, может быть, треть всех вебинаров по этому направлению буду читать я. Ближайший наш вебинар состоится уже послезавтра и я вам предлагаю прямо сейчас на него зарегистрироваться. Сейчас я вам кину ссылочку в чат. Вот эта ссылочка. Тема очень интересная интересная я прошу прощения, эта предыдущая ссылка скопировалась. Сейчас я еще раз произведу копирование. Да, вот это теперь та самая ссылка на вебинар. Очень интересная тема. В свое время эту тему я использовал в качестве промо-вебинара перед своим курсом. Вот скажу, что на эту тему ко мне пришло 250 человек. Это просто было здорово, было много вопросов. Для всех тех, кто собирается заниматься авторством, электронным авторством, созданием электронных курсов и так далее, это очень интересная тема. Самостоятельное продвижение своего образовательного продукта, как это делать собственными силами. Да, ну и вот в скором времени пройдет мой электронный учебный курс. Я вас на него тоже приглашаю и соответственно людей, которым это интересно. Сейчас я скопирую ссылочку. Сейчас, одну минутку. Пока еще не совсем понятно, на каких условиях и когда пройдет этот курс. Он должен начаться где-то в середине октября, но информация по этому поводу тоже будет. А пока вы можете с программной этого курса ознакомиться. По поводу мобильных платформ. но тут все достаточно просто. Мы идем в этом направлении широким фронтом. ЭБС, интернет-магазин, библиотека Nonfiction уже имеют свои приложения для мобильных систем, для мобильников, для таблеток. А до конца года не хочу обещать что до конца вот этого календарного года, хотя есть такие планы, но до конца учебного года точно на всех сервисах Директ-Медиа, их там около десятка, мы стараемся сделать, постараемся сделать мобильные платформы. Да, в первой части я забыл упомянуть еще и наш учебный портал в Moodle, там тоже можно заходить через мобильные системы. Ну, пожалуй, это все, что надо сказать. Вот по поводу портала и артотеки. Много изменений тоже произошло. Ну, во-первых, мы теперь нацеливаем этот проект на аудиторию, на молодую аудиторию, на школьников и на учащихся колледжей, хотя, конечно, студентам она тоже будет интересна. Во-первых, нас ждет некоторое изменение самого арт-портала в части улучшения его мультимедийных качеств. Ну, об этом расскажу тогда, когда мы это сделаем. напомню, что такое арт-портал. Это более 60 тысяч, там, наверное, уже около 70 тысяч произведений искусства на одном портале. Это они представлены по направлениям, по жанрам, по авторам, хорошая система поиска, плюс внутри этого проекта арт-портал действует собственный подписной проект, который называется Арт-отека, который представляет из себя ряд мультимедийных страниц или лонгридов, как сейчас это принято говорить, которых представлены большие объемы информации, текстовой, графической информации по направлениям, по странам, по музеям, по людям, отдельным, по авторам. Что в этой арт-отеке есть? Есть, например, вот такие мультимедийные инструменты, как лента времени, в которые можно посмотреть временное распределение произведений по данному проекту, например, по стране за определенный период времени. И вот в последнее время появился новый вид проектов. Давайте я вам дам этот проект даже для того, чтобы пропагандировать наши идеи, мы его вытащили из-под замка, из-под подписки и сделали общедоступным. Вот один из таких проектов я представляю. это мультимедийный проект по произведению Иванова «Явление Христа народу». Посмотрите, пожалуйста, как интересно сделан этот проект. Он даже с искусствоведческой точки зрения достаточно интересен. Это, наверное, первое настолько подробное описание этого великого произведения. И мы готовим еще несколько таких проектов. В частности, сейчас готовится проект по Босху. Он будет еще более обширный. Есть чего посмотреть на этом полотне. Суть этих проектов такая, что берется какая-то выдающаяся картина в сверх высоком разрешении и отдельно рассматриваются его увеличенные фрагменты. О каждом фрагменте пишется отдельный текст. Таким образом, все это полотно оказывается описанным и с искусствоведческой точки зрения это все очень интересно читать. Ну и плюсы дополнительные материалы могут быть. например, вот как в данном случае дополнительные изображения, эскизы, возможно звуки какие-то, ролики посвященные этой теме и так далее. Очень интересные проекты. Ссылка не работает. Это как это так? Ну давайте посмотрим. Да? Ну вроде работает. если ссылка не работает, просто попробуйте ее скопировать в свой браузер и тогда она наверняка заработает. Вот. Ну вот это вот то, что нас ждет в ортотеке. Мы будем продолжать эту тему. Вообще мультимедийная тема нас очень сильно волнует. Почему мы так много этому внимания уделяем? Ну давайте пару слов просто скажу, что мы как электронная библиотечная система понимаем, что книги это не единственный способ представления учебной информации. И то, что сейчас творится в мире медиа, оно двигает нас в сторону большего внимания к ресурсам типа лонгрид, веб-документари, к различным мультимедийным способам отображения информации, включая учебную информацию. И поэтому в этом направлении мы стараемся развиваться тоже. Итак, таких проектов у нас будет несколько, как минимум несколько. А возможно они будут у нас постоянными теперь, если мы найдем только те способы приложения, то есть те произведения, о которых можно так красиво рассказать, о которых есть информация соответствующая. Давайте двигаться дальше. Что у нас по арт-порталу, какие акции? Во-первых, арт-портал это свободный ресурс, однако для того, чтобы рассматривать изображение в полном разрешении, а также для того, чтобы иметь подписку к арт-порталу, к картотеке, это функция платная. Тем не менее, всем учебным заведениям культуры и искусства России, то есть всем тем, у кого среди специальностей есть специальности, связанные с искусствоведением или где-то рядом с ним. Мы на 6 месяцев сделали бесплатный доступ к арт-порталу в полной его версии. Вот такая акция. Началась она, если не изменяет память, с июля, то есть до конца этого года она точно действует. Если кто-то из вас не знает об этом и в вашем ВУЗе есть такие направления, то прошу обращаться к нашим менеджерам, они выяснят, почему вы там подключены или не подключены и вы этот доступ получите. Это вот такие новости. Вообще с арт-порталом в ближайшее время будет много новостей, будем держать вас в курсе. А также возможно расскажем более подробно о отдельных его функциях вот в нашем цикле вебинаров, которые будут. Ну да, вот ближайший вебинар по арт-порталу правда будет не очень скоро, в конце ноября, 30 ноября соответствующий вебинар будет. Ну вот тем не менее приглашаю уже на него. Библиошкола. Библиошкола первоначально этот проект был нами создан как некоторая часть университетской библиотеки онлайн, которая могла бы быть интересна школьнику. С тем, чтобы школам не интересно отдельным школам подписываться на всю университетскую библиотеку онлайн, однако в ней мы видели потенциал для школ тоже. Поэтому сделали вот такой проект. Первоначально он был просто сколкой, небольшим ответвлением университетской библиотеки онлайн, но потом он начал развиваться как отдельный проект. И вот что важно, значит, в настоящее время в нем существует коллекция по школьной программной литературе, то есть все, что надо в школе рекомендованной именно образом это около 500 произведений и в эти 500 произведений входит так называемый путинский список из 100 книг, которые необходимы школьнику. Вот там он тоже присутствует. Еще одна новость, но это не столько для библиотек, сколько для отдельных людей, открытая индивидуальная подписка на школьную библиотеку стоит какие-то копейки, не помню, несколько сот рублей на год, по-моему. Если кого-то интересует из родителей школьная библиотека, то милости просим тоже в этот проект. Ну и последний пункт это для вузов, которые имеют аффилированные школы. Подписка на библиошколу осуществляется по очень льготной цене, то есть она действительно очень льготная, почти бесплатно. Если кому-то интересно, если кто-то из библиотекарей решает проблему покрытия еще и школы, аффилированные, вот тоже имейте это в виду, пожалуйста. Теперь пару слов о библиотеке Nonfiction. Это тоже такой наш проект, наш проект для публичных библиотек, для публичек. Понятно, что публичкам интересно совсем не то, что вузовским библиотекам у них своя головная боль, им не нужна книгообеспеченность, но им нужно, чтобы их конкретные посетители были удовлетворены составом библиотеки. Во-первых, почитайте, что из себя представляет этот проект. Сейчас я вам дам ссылочку на него в чат. Сейчас, одну минутку. Вот эта ссылочка. Здесь ссылка не непосредственно на проект, а на посадочную страницу лендинг-пэйдж, которая его описывает. Я думаю, что это лучше сначала почитать о проекте и оттуда по кнопочке отправиться уже непосредственно в саму библиотеку. Что связано с этим проектом? Новости. Во-первых, у нас готово уже мобильное приложение для этого продукта, а также у нас сейчас действует акция. Это всем нашим подписчикам 10 тысяч рублей, условных рублей, для пользования сервисом. Объясню, в чем дело. Здесь имеется в виду сервис по требованию, когда библиотека сразу ничего не оплачивает, ее пользователи выбирают те или иные книжки из состава нашей электронной библиотеки, и уже постфактум библиотека по тому, какие книжки пользуются успехом, оплачивает только их. Так вот, вот такой бонус 10 тысяч рублей аванса мы предоставляем публичкам. Ну и вот, наконец, добрались до разного. Тут просто два напоминания. Мы в прошлом году много говорили об открытых публикациях дипломных работ студентов в нашей системе. Тема эта развивается, развивается она не только в плане реализации 636 приказа, который говорит о том, что ВКР должны быть опубликованы не обязательно в открытом доступе, там, правда, такого нет, но один из вариантов. И проверены на заимствование. Ну и в плане вообще развития этой темы о том, что открытость работы ВУЗа с каждым годом будет повышаться и эти нормативные документы будут и дальше появляться. Ну и вообще развитие науки идет по пути большей открытости. Я думаю, в ближайшие годы мы с этой темой столкнемся еще в полный рост. Несмотря на то, что ВУЗы просто хватаются за голову при упоминании о том, что студенческие работы будут открытыми, потому что представляют свой контингент и к чему может это вести. Я думаю, что от этого мы все равно никуда не уйдем. Я хочу только напомнить, что у нас есть возможность в ЭБС для каждого студента публиковать не только свои ВКР, но и разные другие работы, промежуточные, просто научные работы, эссе, рефераты и так далее. Эта возможность есть и надо объяснять, как ей пользоваться студентом. Я думаю, что по этому поводу мы тоже снимем соответствующий учебный ролик с тем, чтобы можно было его предъявлять студентам. То, с чем мы начали наш вебинар, это конкурс студенческих работ, вот он был как раз направлен на повышение открытости, на то, чтобы студенты свои работы уже изначально ориентировали на научную аудиторию, на открытость, на то, что эта работа может быть подвержена внешней критике. И мы и дальше будем эту область так или иначе продвигать. Ну и последний наш вопрос традиционный. Здесь может быть ничего нового, просто я хочу напомнить о том, что комплектование нашей ЭБС может строиться по различным принципам, ну как как минимум там четыре разных принципа есть, в том числе и по книжное комплектование, когда вы выбираете только те книжки, которые вам интересны. Поэтому если у вас есть если вы думаете с какой ЭБС связать свою работу, то имейте ввиду, что вы можете комплексировать частичными наборами книг из разных ЭБС, в том числе и из нашей тоже. Не буду сейчас говорить при каком количестве книг это интересно, при малом количестве книг, которые вас интересуют нашей ЭБС, это интересно вам, при большом количестве уже интересны другие способы комплектования, ну это уже вопрос стоимости, который, я надеюсь, светят наши менеджеры в одном из наших вебинаров. коллеги, ну мы вот ровно час прошел и мы дошли до окончания нашего вебинара. Сегодняшний вебинар, ну в силу его названия просто был такой вот очень разнообразный, разношерстный. Я надеюсь, что я рассказал почти о всех новинках, которые у нас есть, ну и по ходу нашей деятельности мы эти вебинары будем, наверное, где-то раз полгода повторять, потому что новостей всегда много, идей всегда много, их реализации тоже, ну может быть за идеями не поспевает, но тоже идет. Коллеги, у меня все. Я еще раз хочу извиниться за те неполадки в в системе вебинарной, которые вы сегодня наблюдали. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я либо сразу вам отвечу, либо адресую какому-нибудь вебинару, который будет проходить. Коллеги, и спасибо, что вы здесь вот в начале учебного года, который для вас такой сложный, собрались уже 7 числа, знаю, что где-то до середины сентября библиотекарям, как правило, не до вебинаров. Вот, ну и еще раз приглашаю вас на вебинар, который состоится 9-го, это будет очень интересный вебинар. Ну что ж, коллеги, как всегда, я еще 5 минут остаюсь в чате, не ухожу, отключаю только камеру свою, если в чате будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. еще раз спасибо за то, что вы все пришли и хочу вас пригласить на все будущие вебинары. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok